Добрый вечер! Время итогов дня событий в стране расскажем вам мы, Дмитрий Двойнев. И Динара Жанбатырова. Судно-перевод обеспечивает Хасан Исраилов. И в начале выпуска коротко о главном. Нет денег на продукты. Прилавки социальных магазинов в Уральске пустуют. Что говорят в Акимате? Расскажем. Не только по четвергам. Как на востоке страны намерены улучшить рыбное меню казахстанцев? Куршавель в Туркестане. На юге Казахстана началось строительство горнолыжного курорта. Каким он будет? Президент Казахстана два часа назад прибыл в Душамбе. Встречать казахстанского лидера приехал премьер-министр страны Кахир Расул Зада. Напомню, в столице Таджикистана Касым Жумартукаев проведет три дня. Планируется, что глава государства примет участие в заседаниях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и Совета глав государств членов ШОС. А также в ряде двухсторонних переговоров. Одна из встреч с президентом Таджикистана состоялась сразу по прилету. Почетного гостя Мамали Рахмон принимал во Дворце нации. Касым Жумартукаев выразил благодарность таджикскому коллеге за радушный прием. Лидеры поделились мнениями о предстоящих саммитах. Есть ожидание, что все подготовленные документы будут подписаны, резюмировал Тукаев. И сегодня же повестку дня предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС в Душамбе Касым Жумартукаев обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Разговор состоялся по телефону. Лидеры двух государств также обсудили ситуацию в Афганистане и договорились координировать совместные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Отметим, что Путин примет участие в саммитах посредством видеоконференц-связи. Накануне российский лидер ушел на самоизоляцию за случай взражения коронавируса в его окружении. Мажорисманы предлагают ввести ответственность за психологическую травлю детей. С этой проблемой, причем на постоянной основе, сталкиваются, только вдумайтесь, 12% наших детей. Это приводит к психологическим расстройствам, агрессии и даже к суицидам. Статистика на самом деле страшная. Только за первые полгода покончить с собой, в том числе и по причине буллинга, пытались три сотни несовершеннолетних. И, к большому сожалению, половина случаев с летальным исходом. Народные избранники заявляют, вопрос требует незамедлительного решения. И представили сегодня пакет законодательных поправок по вопросам защиты прав ребенка с подробностями наши парламентские обозреватели. 143 суицида, больше 300 попыток самоубийства. Это цифры по итогам прошлого года. Чаще всего дети идут на такой страшный шаг из-за травли, как в реальной жизни, так и виртуальной. Эту опасность надо искоренить еще на самой начальной стадии. Здесь самыми эффективными будут превентивные методы, считают парламентарии. Депутаты намерены на законодательном уровне закрепить понятие буллинг. Скажите, пожалуйста, какие механизмы будут предусмотрены Министерством образования для реализации данной нормы? В настоящее время Министерство образования уже создает рабочую группу по разработке данных правил. Мы и на нашей рабочей группе по законопроекту говорили об этом. Мы приглашаем общественность и депутатский корпус к разработке указанного нормативного акта подзаконного. Выявить и предупредить травлю каждый учитель или социальный педагог пытается по-своему, пояснила вице-министр. На сегодня в стране нет никаких нормативных актов или хотя бы правил, по которым проводилась бы профилактика буллинга. По мнению спикера Мажелиса, нужно проявить принципиальность и строгость закона и вести наказание за травлю детей. При этом основной поток оскорблений чаще всего идет из интернета, акцентировали законодатели. В 2021-м выявлено около 140 тысяч фактов кибербуллинга. По данным Министерства информации, ими направлено 1700 обращений о нарушениях в администрации соцсетей и мессенджеров. Какие-то социальные сети реагируют и удаляют материалы, но некоторые до 20-30% доходят только реакции на наше обращение. Поэтому в этом направлении мы предлагаем ввести нормы и понятия для социальных сетей и мессенджеров. Жаркие дискуссии вызвала поправка об увеличении до 6 лет возраста перевода в детские дома. По действующему закону малыши покидают дом ребенка уже в три года. Это правильная норма и мы ее поддерживаем. Однако, такие изменения правительством не поддержаны. В этой связи прошу представителей Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, а также Министерства труда и социальной защиты пояснить, в чем причины отказа. Были разные мнения от неправительственных организаций, от общественных организаций. И для более глубокого и детального изучения влияния именно на перевод детей, продление сроков пребывания детей в домах малютки, им принято решение провести пилотный проект. Уже у нас утвержден совместный приказ. С сентября он стартует, по август 2026 года. Нурланник Матулин напомнил вице-министру образования, что это поручение первого президента, озвучено еще весной в 2019 году. Председатель палаты поручил доработать норму с учетом мнений и позиций госорганов до второго чтения. Айгуль Монтаева, Динара Жамбатырова, итоги дня. И сегодня же парламентарии предложили пересмотреть жилищные программы от Басыбанка. Айгуль Нуркина считает, что существующие условия жесткие и не позволяют обрести жилье всем желающим. По условиям программ необходимо подтвердить доходы, и это логично. Ну а, к примеру, тем, кто ухаживает за особенными детьми и очень нуждается в собственных квадратных метрах, подтвердить доходы практически невозможно, потому как живут они на пособие и чаще всего имеют неофициальный заработок. Затронуло депутаты финансирование программы Бахате от Басы. Оно сокращено почти в два раза, а количество займов не изменилось. Какую квартиру можно будет приобрести за 5 миллионов тенге? Или каким образом оператору в лице АО от Басыбанк обеспечить исполнение планируемого количества займов за эти средства? Просим дать пояснение по данной ситуации, а также рассмотреть возможность увеличения объема финансирования программы Бахате от Басы. Далее хотелось бы затронуть и категорию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Считаем целесообразно включить их в списки участников программы. В отношении водителя, протаранившего на автомобиле толпу людей в Таразе, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Шокирующие кадры разлетелись в соцсетях. Сейчас назначены экспертизы, которые позволят установить, находился ли он в алкогольном или наркотическом опьянении. Напомню, сегодня утром автомобиль на полном ходу въехал в толпу людей, стоящих на одной из автобусных остановок. За рулем транспортного средства находился 23-летний житель города. Он задержан. В результате ДТП два человека скончались на месте. Еще двое доставлены в городскую больницу. Утром в 7.30 поступил две женщины 1968 года рождения и 1993 года рождения. 1993 года рождения. Молодая девушка. Имеется ушибы мягких тканей в височной части волосичастой головы и плеча. Состояние пациента удовлетворительное. Вторая женщина 1968 года рождения. Состояние больного тяжелое. Находится в реанимационном отделении. По факту ДТП началось следствие. Департамент полиции Жамбылской области просит всех соблюдать правила дорожного движения. Так и цифры. С начала года в ДТП погибло 1258 человек. Данные по стране приводит комитет правовой статистики. В прошлом году цифры были почти на 18% меньше. В целом в республике за 8 месяцев зарегистрировано 8307 аварий на дорогах. И к другим темам. В Уральске люди жалуются на дефицит продуктов в социальных магазинах. Горожане говорят, да и цены в них не всегда социальные. А ведь идея была хорошая на самом деле. В городе создали целую сеть мини-киосков, которые должны были стать альтернативой обычным торговым точкам с не всегда доступными ценниками. Но повышенная стоимость – одна беда, другая – отсутствие товаров на прилавках. Как оказалось, социально значимые для населения продукты завозят в соцмагазины крайне редко. Почему, выясняла Роза Сатканова. Она прошлась по торговым точкам, которые когда-то громко открывали и, скорее всего, будут тихо закрывать. Товары стабилизационного фонда для горожана оказываются недоступными в прямом смысле этого слова. По крайней мере, на момент нашей съемки двери магазина оказываются закрытыми. Но если приглядеться через стекло, можно увидеть, что прилавки магазина пустые. Что вы хотели купить? Шметану. Ну, на данный момент закрыто. Куры хорошие здесь мы берем. Дешевле, чем на рынках город здесь продукция? Ну, молочка – да. Теньки 70-80, я ощущаю разницу. В городе 15 таких киосков, где реализуют продукты первой необходимости. Должно быть 19 наименований. Но найти их покупатели не могут. Вы в таких магазинах закупаете, где говорят, что продаются продукты по сниженным ценам? В таких магазинах по сниженным ценам их не бывает. Действительно ли там можно найти продукты по сниженным ценам? Нет. Покупаю я овощи, фрукты, сметану покупаю, там привозят колхоз. Почему здесь покупаете, если, как вы говорите, здесь завышенные цены? Ну, а куда пойду я, что, пенсионеры будут заходить там? Из-за нехватки средств в магазинах действительно нет продукции, признает социальная предпринимательская корпорация Акжаик. На закуп социально значимых продуктов в прошлом году выделили 550 миллионов тенге. Этой суммы хватает лишь на месяц, объясняют корпорации. А потому закупить смогли далеко не все наименования, да и количество приобретенных продуктов небольшое. К примеру, взяли лишь 90 тонн говядины. Для 170-тысячного населения это капля в море. Всего 5% от потребности. Меговядина начинается от 1700 до 2800. Фарш продается по 2700. Баранины – 2600. Мы арендуем этот киоск. Стабфонд товара мы, получается, тоже должны продавать. Рис, мука, потом подсолнечное масло, яйца еще привозили. Потом еще макароны. А что из этих восьми наименований сейчас у вас есть в наличии? В наличии у нас есть подсолнечное масло, потом рис, макароны. Все, кажется. Когда закончился вот здесь товар? Наверное, неделю. Социальные мини-маркеты привлекательны еще и потому, что там продают продукты, что называется, сразу с грядки. Здесь торгуют представители фермерских хозяйств. Сейчас яйца не возят. Яйца, гречку, масла нет, не возят. Много чего не возят. Осталось рожки и рис. Цены на овощи растут. Для того, чтобы восполнить потребности региона, необходимо больше 25 миллиардов тенге в год, объясняют специалисты. Но выделяется в 50 раз меньше. Поэтому дополнительность бюджета области дает еще 1 миллиард тенге. С нового года будет внедрен новый механизм закупок стабфонды, когда товары смогут мгновенно покупать и также быстро реализовывать, ориентируясь на рыбничные условия. Из-за того, что процедура госзакупок требует 40-50 дней, мы не можем мгновенно сразу сейчас это делать. Вот этот скачок цен, для того, чтобы на него оперативно реагировать, вносится изменение в законодательство. Мы сможем без конкурса покупать у тех производителей, которые соответствуют качеству и минимальной цене. СПК будут разрешать покупать социально значимые продукты в момент скачка цен на основании решения комиссии из одного источника. Однако мало закупить. Надо еще найти, где хранить. А с этим тоже проблемы. Нужны как минимум 10 овощохранилищ мощностью до 10 тысяч тонн, а еще мясохранилища. За счет средств инвесторов намерены построить только 4. В СПК Акжаик также заявили о планах по увеличению числа социальных магазинов. Роза Саткана, Баладжир Лгасов, Уральск. Итоги дня. 12 миллионов тонн зерна на Малателеаграрии Казахстана свежие данные уборочной компании нам предоставили в Минсельхозе. Убрано уже больше 80% площадей по всей стране. Средняя урожайность пшеницы составила чуть больше 9 центнеров гектара. С гектара для сравнения в прошлом году эта цифра составляла порядка 13 центнеров. Большую часть урожая дали 3 зерносеющих регионы. Это Акмолинский, Кустанайский и Североказахстанский. Здесь намолочено 8,2 миллиона тонн. В Минсельхозе заверили, что хранить зерно есть где. Мощности ангаров при прогнозируемых объемах урожая с учетом остатков прошлых лет достаточно. Можилисмэн Аманжан Жамалов усомнился в эффективности пилотных проектов по администрированию импортных товаров как из стран ЕАЭС, так и других государств наших торговых партнеров. В своем депутатском запросе он отметил, что под видом совершенствования налогов Минфин наоборот кошмарит бизнес и даже подрывает реализацию поручений главы государства, внедряя все новые и новые пилотные проекты. Большое возмущение у бизнеса вызвал, например, опыт Минфина по маркировке сигарет, алкоголя и молочки. Дело в том, что они дублируют систему электронной счета фактуры и приводят к прямому удорожанию товаров и дополнительным затратам бизнеса. А апробация по дистанционному мониторингу и вовсе предполагает доначислять налоги без налоговой проверки на основе мотивированного решения налоговых органов. Как показывает практика, любое мотивированное решение госоргана сопряжено с коррупцией. Все эти пилотные проекты вводятся самостоятельным приказом министра финансов. Почему так происходит? Почему не проводится обсуждение необходимости данных пилотных проектов с бизнесом? Сколько инвестиций привлекли в экономику страны Жамбылска и Акмолинская области, рассказали сегодня на заседании инвестштаба, который возглавляет премьер-министр. В цифрах это больше 4 триллионов тенге в совокупности на две области с начала года. Если у жамбылцев наиболее инвестпривлекательными оказались сферы АПК, возобновляемой энергетики, химической и горно-металлургической промышленности, то в Акмолинской области активно вкладывают в стройиндустрию, машиностроение, туризм и образование. Там и пул проектов внушительный – 330, что в три раза больше, чем в жамбылском регионе. Еще один важный проект отметили участники заседания строительства мусоросжигательных заводов. Они появятся в столице городах республиканского значения Ктобеусь, Каменогорске и Караганде. В планах обновить и транспортную технику в стране, сельхозмашины, автобусы, грузовые вагоны. На эти цели планируют потратить почти 46 миллиардов тенге. Нурфин. Полезная информация о ваших деньгах. Нурфин. Проект IT-компании Нурки-Зет. А теперь об эпид-ситуации в стране. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили. У 2930 человек общее число инфицированных с начала пандемии превысило 848 тысяч. 75% работников группы компании Самрук-Казана вакцинировались против коронавируса. На сегодняшний день первый компонент получили свыше 200 тысяч сотрудников. А полностью прошли иммунизацию две трети коллектива. Об успешной антиковидной кампании Асем Кощегулова. В фонде Самрук-Казана трудится почти 275 тысяч человек. Большая часть – производственный персонал. Поэтому для вакцинации на предприятиях были созданы необходимые условия. Привлекались мобильные бригады врачей. А еще был создан оперативный штаб, который координировал все меры по противодействию коронавирусу. Все это позволило обеспечить бесперебойную работу на объектах. Из 275 тысяч человек, 74% уже на сегодняшний день, они получили первый компонент вакцины. Показатель очень хороший, высокий. Ну и второй компонент, наверное, тоже надо озвучить. Это 66% или 182 тысячи наших коллег сегодня уже получили полный курс вакцинации. А еще фонд профинансировал закуп одного миллиона доз вакцины «Хаят-Вакс». Министерство здравоохранения еще в мае распределило их по регионам страны. В рамках социальной ответственности сейчас прорабатывается вопрос открытия пунктов вакцинации на вокзалах и в поездах. Сейчас идет активная работа совместно с национальной компанией «Казахстан-Тимир-Жола», где мы будем обеспечивать пункты вакцинации на всех наших вокзалах. Я думаю, тоже это большое место скопления людей. Будут обеспечены специальные прививочные пункты. Сейчас мы смотрим модель, как она будет работать в наших поездах, где очень много людей ездит. Чтобы стимулировать добровольную вакцинацию, среди работников в группе компаний применяют различные меры – отпускные дни, розыгрыши ценных призов. Также на сайте запустили счетчик вакцинированных сотрудников фонда, который обновляется два раза в неделю. Асем Гощегулова. Итоги дня. Создать онлайн-платформу для обмена телепроектами тюркоязычных стран предложили участники тематической сессии 17-го Евразийского медиафорума, посвященная тюркоязычным СМИ. Форум стартовал сегодня в столице. Он продлится три дня. За его панельными дискуссиями и мастер-классами можно наблюдать онлайн. По задумке, общий информационный сервис тюркоязычного контента позволит телевизионщикам братских стран продвигать свой продукт бесплатно и рассказывать общую историю на своем языке. Площадка Евразийского медиафорума в очередной раз объединила документалистов, режиссеров, журналистов, политологов и экономистов со всего мира. Среди них Ксения Собчак, Тимур Бекмабетов, Тед Байер и многие другие. В панельных сессиях международные эксперты будут делиться навыками старитейлинга, расскажут о своем опыте работы в горячих точках, обсудят перспективы развития СМИ в условиях пандемии. В качестве наглядного пособия для мастер-классов известные фильммейкеры представили свои работы, рассказывающие о проблемах экологии, положении беженцев, правах женщин в Афганистане и других острых темах. В документалистике важно все. К примеру, музыка. Она без слов раскрывает истинные эмоции моих героев. Беженцев, жертв насилия, афганских женщин, попавших в тюрьмы за нарушение норм морали. При правильном наполнении и продвижении наш медиапродукт может изменить жизни тех, кто лишен права голоса. Главный ресурс государства это люди. Люди двигают экономику, люди двигают науку, люди двигают прогресс. К примеру, в Казалардинской области местные ученые заняты в прорывном проекте по борьбе с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Они вошли в международную группу разработчиков лекарства, аналогов которому в мире нет, а в основе лекарства верблюжья колючка. И вот жизнеспособность проекта местных новаторов оценили в Европейском Союзе и выделили нашим ученым грант. Это научное достижение по праву можно назвать одним из крупнейших в регионе за годы независимости. А я бы отметил еще одну разработку. Возможное применение рисовой шелухи в машиностроении звучит неправдоподобно, но над этим тоже работают новаторы. Я думаю, добьются успеха. Какими еще научными разработками могут гордиться в Казаларде, расскажет Кристина Алмас-Каза. Ежегодно в Казалардинской области отводят под рис до 90 тысяч гектаров полей. После обработки зерна остаются тысячи тонн рисовой шелухи, которую затем просто сжигают. Однако ученые нашли более экологичные способы ее применения. К примеру, из рисовой шелухи можно получить целлюлозу для изготовления бумаги. Или углепластик, применяемый в промышленных целях, к примеру, в машиностроении. Это одна из 15 высокотехнологичных лабораторий инженерно-технического профиля, открытых по заданию Ельбасы еще в 2009-м. Молодые специалисты теорию здесь применяют на практике. Ряд научных открытий в этих стенах сделал ученый-химик Нурбол Апазов. Он придумал эффективный способ переработки черного золота из нефтяного шлама. По нашей технологии, по заказу Казалардинского предприятия, в Германии собрали установку по переработке нефтяных отходов. Сейчас она уже работает на нефтяном месторождении. Разработки других ученых были признаны нерентабельными. Наш метод самый экономичный, поэтому именно его внедрили в производство. Кроме того, местные специалисты привлекаются и к крупным международным проектам. Сейчас вместе с коллегами из других стран наши ученые работают над разработкой лекарств против болезней Альцгеймера и Паркинсона. Мы извлекли биологически активные вещества из верблюжьей колючки. Наши исследования показали, что это растение обладает ценными свойствами, которые можно применять для лечения начальных форм атеросклероза. Участие в проекте принимают ученые из Казахстана, Португалии, Нидерландов, Дании, Украины, Белоруссии и России. Нам доверили казахстанскую часть. Но все же главный бренд региона – это его величество рис. За годы независимости казлардинские ученые вывели 8 новых сортов культуры. Они адаптированы к местному климату. При этом зерно высокого качества. Два из них – айгирим и сыр сулоо – уже растут на полях области. Наши сорта обладают мировыми стандартами. Зерна крупные и прозрачные. При этом они раннеспелые и менее влагоемкие. За последние три года в международных научных изданиях опубликованы больше 200 статей казлардинских ученых. Запатентовано 60 уникальных разработок. В ближайшие пять лет планируется монетизировать 13 инновационных проектов. Все это говорит о высоком потенциале местных новаторов и их признании на международной арене. Растет и достойная смена. За последние 10 лет проекты около 500 юных исследователей завоевали призовые места международных и республиканских предметных олимпиад. Это значит, что в будущем нас ждет еще немало интересных и полезных открытий. Кристина Алмаз, Коза, Аль-Хайдар Турлаханов, Козларда. Итоги дня. На востоке страны и вовсю развивают форелевые фермы, как новый бренд всего региона. Садковое хозяйство для воспроизводства лососевых пород рыб построят по каскаду крупнейшего в стране Бухтар-Минского водохранилища. За счет собственных капиталовложений и госсубсидий местные рыбоводы рассчитывают вырастить до 10 тысяч тонн товарной форели, стерляди и судака. В целом же, по оценкам специалистов отрасли, объемы воспроизводства рыбы в стране за последние 7 лет возросли в 7 раз до 7,5 тысяч тонн. И вот темпы развития рыбоводства в перспективе увидел Вячеслав Витлогин. Это плоды нашего труда 2018 года, когда мы заложили икру. И вот сейчас 3 года, как этой рыбе. Маточное поголовье свое формируем. За 3 года Вячеслав Асанов в Усть-Каменогорском водохранилище вырастил почти 2 миллиона особей форели. Это порядка 300 тонн товарной рыбы. Потребности регионального рынка садковое хозяйство Асанова покрывает. Теперь ближайшие ориентиры – экспорт. Это сулит хорошую прибыль. Ведь по данным Всемирной организации здравоохранения, казахстанцы употребляют в пищу меньше 4 килограммов рыбы в год. Тогда как в России и Китае нормы ее потребления в 5 раз выше. Рынок Казахстана на самом деле ограничен. На душу населения, если у нас уже 18 миллионов, можно посчитать потребление какое. Мы в любом случае рано или поздно, если все предприятия будут развиваться, которые сейчас уже сформированы по аквакультуре, нам в любом случае нужно экспортировать. Сегодня Казахстан ежегодно экспортирует до 30 тысяч тонн рыбы, получая за это до 60 миллионов долларов. Но есть возможности зарабатывать в 2 раза больше. Все потому, что потенциал отечественного рыбоводства с учетом природно-климатических условий страны, считают эксперты, раскрыт всего на треть. По этим заливам будет проведен конкурс. То есть они номинально очень подходят для выращивания садковых хозяйств. По каскаду крупнейшего в стране Бухтарминского водохранилища планируют построить 7 садковых хозяйств, форелевых ферм. Условия для воспроизводства лососевых в Бухтарме идеальные. Холодная вода и большие глубины. У нас по Бухтарминскому водохранилищу 7 участков будут закреплены. То есть будет проводиться конкурс по садковым рыбному хозяйству, в которых в 2030 году у нас будет проводиться выращивание около 10 тысяч тонн рыбы. И все же казахстанское рыбоводство – бизнес достаточно рисковый. Например, чтобы вырастить вот такую трехкилограммовую форель, понадобится 3 года. Это достаточно серьезные сроки. За этот период можно потерять все поголовье. К слову, от финансовых форс-мажоров рыбоводов максимально оградит государство. Половину затрат на приобретение спецтехники покроют госсубсидии, вернут фермерам и до трети всех вложенных в покупку кормов средств. Для примера, ту же форель белковыми добавками необходимо подкармливать не меньше трех раз в сутки. К каждому размеру рыбу свой размер гранулы. Состав формы, в принципе, у всех одинаковые. Создание садковых хозяйств параллельно стимулирует и естественное зарыбление рек и водоемов. Параллельно мы ежегодно ведем зарыбление на своем водохранилище и обеспечиваем других природопользователей посадочным материалом. В 2012 году было произведено зарыбление около 120 тысяч сигалетками. И в 2019 году было проведено зарыбление именно двух годовалыми особями сибирского осетра в Черный Иртыш. Восстановление популяции идет. Кстати, только в прошлом году в водоемы страны выпустили 125 миллионов голов молодняка ценных пород рыбы. Ее выращиванием занимаются почти в 300 хозяйствах. И их будет намного больше. К 2030 году в республике планируют создать еще 1200 рыбоводческих ферм. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Итоги дня. Очередной амбициозный проект и снова туристический воплощают в жизнь в Туркестанской области. И это отличная новость для любителей покататься на лыжах. Там началось строительство курортного горнолыжного комплекса. Ущелье Каскасу намерены превратить едва ли не в Куршавель. На особо охраняемую территорию приехала тяжелая техника. Электричество и канализацию планируют проводить в первую очередь. Из бюджета на это выделили 1 миллиард 800 миллионов тенге. Часть денег уже освоили. Сама идея строительства горнолыжного курорта не нова. О ней заявляли еще 7 лет назад. Но работы начались только сейчас. Обещают, что строить объект будут вместе с инвестором. С ним ведут переговоры. Куратором выступила СПК Туркестан. Известно, что это будет круглогодичный комплекс. Благо, климат это позволяет. В Каскасу много снега и лежит он там долго. А что касается сроков реализации проекта, они пока неизвестны. Вдоль дороги тянут высоковольтные линии. Высоковольтные линии, начиная с города Ленгера, расстояние в пределах где-то 40 километров до туристической базы, туристического центра, электричественного центра. Кроме этого, значит, уже вы видите, сделана подготовка дороги, подготовка дороги, подъезжающей дороги. Также была построена канализация. И в завершении выпуска о необычном хобби алматинки женщина превратила свой двор в роскошный розарий с милыми садовыми фигурами. Зверинец с небольшими скульптурами черепашек, аиста, лягушек и мультипликационных персонажей удивляет всех прохожих и привлекает детей из соседних домов. В этот дом, что находится на пересечении улиц Абая и Масанчей, Ирина Сабитова переехала почти 30 лет назад. Ей сразу не понравился пустой двор с запущенным палисадником. Первым делом она высадила цветы. А несколько лет назад увидела возле рынка, как мужчина продавал разные фигурки животных. Они сразу перекочевали к дому Ирины. И теперь здесь можно увидеть черепах, бабу Ягу, ежиков и зайчиков. Всего больше 50 скульптур. Самое интересное, что дети, когда проходят, они смотрят на кошку, они посчитают, что их три. Они смотрят на черепаху. Я знаю, что женщина с ребенком гуляет, и она говорит, ой, смотри, маленькая черепашка пошла спать, и нам пора спать. То есть это... Я когда это слышу, мне очень приятно. Бабушка одна девочку учила по-казахски называть животных. Это же прекрасно. Эти фигуры очень тяжелые, говорит Ирина. К примеру, черепаха весит 120 килограммов. Раз в два года приводит их в порядок. Покупает специальную краску и приступает к делу. А под окнами у хозяйки разрослись три десятка кустов роз, немыслимых оттенков. Они многолетние и цветут дважды в год, радуя прохожих. Я горжусь своими розами. Они у меня очень красивые, вьющихся много роз. Поэтому я стараюсь привести все в порядок. То поливаем, то удобряем. Через день я обязательно в полисаднике. Через день. У Ирины Сабитовой три дочери и четверо внуков. В свободное время женщина предпочитает заниматься вышивкой бисером. В ее маленькой галереи уже собралось больше 20 ярких картин. И тоже цветочной тематики. Шапогат Морзабекова, Валентин Лобанов. Итоги дня. Алматы. Это была последняя информация выпуска. Сразу после нас смотрите очередную серию фильма «Келенджан». Приятного просмотра и до встречи в эфире.